На место ЧС в Кустанайской области сегодня прилетел президент нашей страны Тукаев. Глава государства на вертолете совершил облет пораженных огнем территорий Аулия-Кульского района, провел совещание оперштаба и встретился с местными жителями. Президент заверил пострадавших от стихии, что помощь будет оказана. Правительству поручено в течение двух с половиной месяцев построить новые дома. О чем еще говорил глава государства, расскажет Наземгуль Кумыспаева. Аулия-Кульский район Кустанайской области – один из самых живописных мест в нашей стране. Жители этого края очень гордились своими лесами. И на лице президента четко просматривалась боль и печаль за эти живописные земли, которые всего за несколько дней превратила в пепелище природная катастрофа. Сегодня глава государства совершил облет пострадавших от природных пожаров территории в Аулия-Кульском районе. После увиденного своими глазами президент провел заседание оперативного штаба и заслушал доклады по ликвидации пожаров. Касым Жумар-Тукаев подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем и приняты все необходимые меры по минимизации последствий ЧП. Всем пострадавшим, гражданам нашей страны, тем, кто живет в этом районе, оказывается помощь, они переселены в безопасное место. Правительство занимается, по моему поручению, решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть. Извлечь соответствующие уроки из произошедшего – вот один из главных мессенджей главы государства оперативному штабу. А еще как можно скорее ликвидировать возгорание и оперативно обеспечить пострадавших жильем и выплатить компенсации. Каждое чрезвычайное происшествие влечет за собой извлечение соответствующих уроков. Но главное, на что я хотел бы обратить внимание – это недостаток четкого алгоритма действий. Будь это со стороны профильного министерства или же других силовых ведомств. Большое человеческое спасибо от главы государства, всем сотрудникам МЧС, внутренних дел, обороны и добровольцев, задействованных в тушении пожаров. Президент отметил, за проявленное мужество они будут представлены к наградам и премиям. Будут приняты самые серьезные меры по повышению материального удовольствия, обеспечению жильем, созданию условий для подготовки кадров. А сейчас работайте. Магмед ваша. Жители региона очень ждали президента, поэтому и прием был теплым. Главный вопрос всех пострадавших от природных пожаров – какую помощь им ждать от государства. К сожалению, большой пожар случился. Сейчас мы все живем в эпоху техногенных, природных катастроф. И наш Казахстан, к большому сожалению, оказался в зоне этой катастрофы. И тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома, жилища. Правительство буквально в течение двух-дву с половиной месяцев построит вам новые дома. Каждый дом будет построен площадью 100 квадратных метров с поправкой на климат. То есть зимы здесь холодные. Соответствующим образом будут построены дома с утепленными изоляциями, стенами. Жителям, которые потеряли все, купят бытовую технику, необходимую мебель и даже посуду. Все до мелочей. Большое спасибо ему, если он действительно поможет нам всем. Надеемся мы, надеемся на этого человека. Дай Бог здоровья ему, чтобы он помог всем людям, кто сейчас нуждается в помощи. Чтобы это было правда все от Аллаха. Чтобы все хорошо было. Я каждому это желаю. Каждому, каждому человеку. Я вам огромное-огромное благодарность волонтерам. Вы настоящие граждане нашего государства. Вы настоящие подъюты. Я горжусь вами. Волонтеры и простые неравнодушные люди. Это всегда большая, теплая душа, которая согревает заботы тех, кому так нужна помощь. Простая, человеческая. И глава государства знает об этом. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их. Совершая рабочую поездку в Кустанайскую область, глава государства отметил. Очень важно установить причину пожара и извлечь из этого нужные уроки. Необходимо сделать все, чтобы такое больше не повторялось. На Зымгулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Бахытбек Нуртаев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Кустанайская область.